Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и ребят, быстренько перейдем к новостям. Меня, честно говоря, эта новость порадовала, ну прям не настолько порадовала, чтобы на все 100%, но определенное удовлетворение от этой новости у меня появилось. Значит, смотрите. Появилось уведомление по поводу того, что открылась функция подарков друзьям. И это действительно прикольно. Есть, правда, некоторые ограничения. Во-первых, не для всех. Вот вы тут в конце, когда открываете, будет четко написано, что не все смогут дарить наборы. К сожалению, мы не можем раскрыть критерии доступности подарков, чтобы избежать мошенничества. Я не совсем, честно говоря, понимаю, в чем мошенничество может быть, да? То есть вот я хочу подарить кому-нибудь из своих подписчиков что-нибудь. Ну какое здесь мошенничество? Я за свои деньги покупаю что-то и, соответственно, отправляю. Ну, ну не знаю. Ну какие-то там, видать, есть все-таки критерии, которыми руководствуются разработчики. Это пока оставим в покое. Могу сказать конкретно за себя. У меня на моем основном аккаунте и на одном из дополнительных, остальные я пока не проверял, смысла в принципе нет. Главное, чтобы на основе было. На основе у меня возможность дарить подарки есть. У меня есть вот это вот рукопожатие на некоторых товарах, которые есть в магазине. Сейчас вернемся к подробностям по товарам. Пройдемся быстренько по самой новости. Как отправлять подарки? В принципе, ничего сложного нет. Там нажимаешь на то, что ты хочешь и рядом с кнопочкой купить у тебя появляется кнопочка подарить. Почему я сейчас не могу зайти в магазин и показать вам, как это выглядит? То есть, если я зайду сейчас в магазин в свой, то в моем магазине у меня не будет здесь рукопожатие. Это связано с тем, что товары, которые можно кому-то подарить на сегодняшний день, функция подарков, она реализована только за товары, за real money. То есть, получается, за голду, за свою кровную, вы не можете приобрести, допустим, там для своего друга, я не знаю, там Т-34 за 5500 голды. Но, ребят, если вы можете задонатить, то вы можете отправить ему точно такой же Т-34, если он есть на продаже за real money. Ну, вот, допустим, ребят, сейчас на продажу выставили за, ну, по моим подсчетам, 36 долларов, просто курс-курс уразень, да, поэтому я говорю в переводе. За 36 долларов выставили на продажу Бадгера, это ПТшка 10 уровня. У меня в магазине здесь ее нет, по той причине, что я играю через Wargaming Game Center на компьютере. Я вижу предложение за real money только на телефоне. Так вот, вот этот вот Бадгер, его возможно подарить, да, то есть у меня рукопожатие есть. Поскольку Бадгера за голду нет, то его здесь не показывает. Ну, а на примере той же самой Т-34, за 5500 голды здесь он есть, но без рукопожатия, и это связано со следующим. В данной новости написано, что не на всех платформах на сегодняшний день реализована возможность дарить подарки. Таким образом, на сегодняшний день я, допустим, дарить подарки через Wargaming Game Center не могу. То есть на VGC, на Nintendo и Microsoft Store отправка подарков пока не доступна. Но я так понимаю, что раз написано пока, значит, все-таки эта функция будет реализована. Но я не знаю, насколько это нужно или не нужно, потому что мне, допустим, за real money не очень удобно дарить подарки своим друзьям по одной простой причине. Потому что у меня и так в Wargaming Game Center для того, чтобы что-то купить за реальные деньги, мне все равно необходимо нажимать вот сюда вот, переходить в премиумный магазин непосредственно на сайте, находить там товар. И я, кстати, обращал внимание, что не все товары, которые у меня показываются на андроиде, есть в продаже на сайте. Короче говоря, вот с магазином до сих пор какая-то неразбериха происходит. Но в любом случае я это могу реализовывать через мобильное устройство. Поэтому, ребят, если вы хотите кому-то что-то подарить, ну, вот, можете делать это как минимум через андроид и через другие платформы, которые указаны здесь в этой новости. Ну, а именно, Google Play я уже сказал, App Store и Steam. Вот эти вот все, пожалуйста, используйте, ну и делайте своим друзьям приятно, если вы имеете на это возможность. Что касается получения подарка, на данный момент отказаться от подарка невозможно. То есть в любом случае вашему другу подарок будет зачислен. И я бы сказал, что в целом это, ну, как бы, с одной стороны правильно, с другой стороны нет. То есть если ваш друг в течение долгого времени не заходит в игру по каким-то там причинам, допустим, объективным, да, ну, приболел человек, или нет интернета, или еще какая-то беда у него случилась, то ему подарок в любом случае зачислится. Ну, прям для этого нет необходимости подтверждать. С этой стороны, с этой стороны, в принципе, сделали разработчики абсолютно правильно. Вот что они сделали неправильно, они неправильно сделали отсутствие возможности отказаться от подарка. И я вам объясню, почему у меня такая позиция. Потому что давайте представим себе, что кто-то из моих, допустим, друзей хочет подарить мне тот же самый Т-34. А Т-34 у меня в ангаре уже стоит. И здесь возникает вопрос, а что будет тогда, когда мне будет зачисляться Т-34? Если я правильно понимаю, то давайте мы сейчас возьмем, для того, чтобы не быть голословным, возьмем Т-34, зайдем и посмотрим, за что мы можем его продать. И я так понимаю, что это будет ответ на вопрос, о котором умолчали. Дело в том, что если танчик у меня уже в ангаре есть и мой друг об этом не знает, то, соответственно, мне закинут, грубо говоря, полтора ляма серебра просто компенсации за данную машину. Голдой компенсация заходить не будет. Таким образом, возможен такой вариант, что ваш друг, он не получит машину саму, поскольку она у него есть. И не получит даже голду. Он просто будет довольствоваться, я бы сказал, незначительной суммой серебра. А это не очень хорошо. И это не очень комфортно. Объясню почему. Безусловно, если вы имеете постоянную прямую связь и контакт с вашим другом, то вы можете у него спросить. Бро, а хочешь я подарю тебе там на днюху, да, или на Новый год танчик какой-нибудь, допустим, Чифтейн МК-6. Окей, хорошо. В таком случае вы нашли общий язык. Он сказал, да, конечно, но опять-таки, он должен быть не сильно скромным человеком и сказать, да, да, конечно, я хотел бы получить от тебя подарок. Ну, так вот, немножечко, да, немножко дискомфортная ситуация получается. И помимо этого, давайте рассмотрим ситуацию на моем примере, на примере ютюбера. Я хочу что-нибудь разыграть. Я хочу разыграть, допустим, машинку восьмого уровня. Первое, мне необходимо успеть данный розыгрыш произвести между своими друзьями или между своими подписчиками. Опять-таки, между друзьями тоже сложно. Не все у меня значатся в друзьях, да, то есть, если мы зайдем, допустим, в список моих друзей, с которыми я могу там законнектиться, да, в какой-то момент. Вот они у меня мои друзья. Вот он мой клановый чат, допустим. То, по сути, я так понимаю, что вы можете дарить подарки, вот, ну, в моем случае я могу дарить подарки в пределах списка моих друзей. А что мне делать с теми ребятами, которые у меня в друзьях, в танках не находятся, но они постоянные зрители моего контента. И я хочу произвести розыгрыш между ними какой-то машины. Мне что, необходимо сделать так, чтобы он обязательно, там, зашел в игру со мной, пофрендился и так далее. Может, проще было бы указывать, не знаю, там, никнейм, да, под которым играет человек, и ему таким образом отправлять, и он не обязательно должен быть твоим другом. Ну, короче говоря, смотрите, ребят, мое мнение такое. Сама идея очень клевая, вопросов нет. Реализация, она просто не на все 100%, ну, выдержана и вот полностью закрывает все нюансы, все моменты. Я очень сильно надеюсь, что эти моменты все, они будут закрываться, да. Но, опять-таки, когда это произойдет, никому неизвестно. На сегодняшний день и на том, с моей стороны, большое спасибо, по крайней мере, в пределах своего клана. Я могу кого-то чем-то одаривать за какие-то результаты. Это уже позитивно. Ну, и, соответственно, могу получать подарки от своих друзей. Это тоже прикольно. Но, отвечать на нескромный вопрос моего друга, а есть ли у меня, допустим, там, не знаю, СУ-130ПМ, и, чувак, а не хотел ли бы ты, чтобы я тебе его подарил, мне как надо написать? Да-да, конечно, дари мне, я очень сильно хочу получить в подарок от тебя машину. Ну, согласитесь, немножечко ситуация будет, ну, такая, краснеющая, да, на щечках у каждого из нас. Хотя, каждому свое, кто-то не настолько стеснительный и с удовольствием будет принимать любые подарки. Но, в любом случае, ребят, новость хорошая. Я надеюсь, что она будет дальше развиваться, и я надеюсь, что от этого будет для нас всех только огромный позитив и больше удовлетворения от игры, а главное, от дружбы друг с другом. Давайте дружить, давайте меняться подарками, давайте продолжать кайфовать и играть в танки. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия. Субтитры подогнал «Симон»!